Пока одни пользователи социальных сетей вслед за Петром Порошенко одобряют проделку неизвестных провокаторов, которых даже уже назвали партизанами, другие блогеры, напротив, считают акцию спорной. Но так уж совпало, что из Москвы пришла новость еще об одной странной, мягко говоря, творческой акции. И она тоже вызвала бурю возмущенных постов в сети. Из-за своей провокационности, самое главное, использование детей для политического манифеста. Роман Мамонов расскажет подробнее, он присоединяется ко мне в студии. Роман, здравствуйте. Так что случилось? Расскажите. Да, Лиза, приветствую. Казалось бы, что общего у детского конкурса «Шляпок и шапок» и политического противостояния России и Украины? Как думаете, что может знать 10-летняя девочка-модельерочка о войне между двумя странами? Ответ вас поразит. Знакомьтесь, это Алита Андришевская. 10 лет, рост 140 сантиметров, большой опыт в модельном бизнесе, сообщает нам сайт модельного же агентства. В 2012 году девочка завоевала титул «Мини-мисс Москва». Впрочем, юная красавица не только ходит по подиуму сама, но и теперь создает разные наряды, якобы сама. А элиты в этом году участвуют в фестивале юных дарований «Шапенок». Это такой конкурс юных модельеров головных уборов в рамках взрослой выставки головных уборов «Шапо-2014». И хотя ее коллекция, как говорилось в программке, без каких-либо политических намеков, шоу на сцене ничего кроме шока не вызывает. Всего Алита сделала 11 оригинальных шляпок и платьев. Каждая соответствует одной стране. Платье в цветах флагов, на шапках белоснежные околыши цветами и мехом и тематические тульи. Для Америки – тиара статуи свободы, для Китая – пагода, для Франции – эйфелева башни, для Англии – тауэрский мост, для России – храм. Но почему, почему у всех юных моделей, которым максимум лет по 10-12 в руках пистолеты? Кто придумал, что они должны стрелять по зрителям в зале и друг в друга? Неужели кто-то поверит, что это придумала ученица четвертого класса? И посмотрите на кульминацию шоу. На сцене появляется хмурая Украина. Девочка-страна сначала стреляет по всем вокруг, а потом пытается застрелиться сама. Мне кажется, тут даже комментарии неуместные. А ведь взрослые в зале с удовольствием хлопали. Но главное – это ведь кто-то придумал, срежиссировал, контролировал на репетициях. Эффект, конечно, достигнут. Все говорят про мало кому до этого интересный конкурс. Но это кажется грязным даже на фоне общей антиукраинской истерии в России. Бесконечного вранья про распятых мальчиков на госканалах, подлиннькой подтасовки видеокадров и тому подобного. Хотя вот Макаревича же раскритиковали за выступление перед детьми. Юных беженцев ведь приравняли к фашистам. Так почему бы, видимо, и своих не использовать в идеологической борьбе с карателями? Скажите мне, мог 10-летний ребенок такое сделать без помощи взрослых? Нет, это все понимают. Так вот про взрослых. Дешевый пиар – это отвратительно. Дешевый пиар на детях – это гнусно и мерзко. Товарищи взрослые, которые имеют отношение к этому показу, я сейчас пытаюсь подобрать цензурные слова, но у меня их нет. Скажу только, мне вас жаль. Это единственная без обсценной лексики. Это был, кстати, комментарий пиар-директора Дома Мод Славы Зайцева. Знаете, что интересно, Лиза? Это ведь не по указке партии или вождя. Кто-то сам решил, что вот это приемлемо, нормально и соответствует духу времени. Вспоминается Булгаков, перефразируя которого скажем. Каратели и фашисты – они не в Донбассе и Луганске. Они в телевизоре и головах его зрителей. Лиза? Спасибо, Роман. Действительно, без комментариев. С нами был мой коллега Роман Мамонов. Роман, Луза. Спасибо.